Сегодня мы заканчиваем читать слова преподобного Нила Синайского из второго тома Добротолюбия. Возвращаемся чуть-чуть назад, к тому же, собственно, разделу, который мы читали все это время, пятый раздел, и несколько абзацев, посвященных удержанию языка. 26-го мы начнем. Не обморочивай слуха своего пересудами, чтобы, продав себя этой страсти, не стать тебе рабом многих страстей. 27-го, потому что одна страсть, нашедшая для себя место в тебе, в том же гнезде или стойле, ведет и другие страсти, делается же рабом многих страстей владычественный ум тогда, когда, сопрягшись с какой-либо страстью, совсем отбрасывает подвиженческие труды. Ну, не случайно, вот, про язык будет сегодня речь, совершенно не случайно, потому что, потому что язык и слово очень много значат в жизни человека. А по слову апостола Якова, язык и произносимое им слово ключ к внутренней жизни человека. Если человек внутри причастен к благодати Божьей, то первое, скажем, свидетельство об этой причастности, есть удержание языка. Если человек не может удерживать свой язык никак и никогда, то это свидетельствует о том, что благодати в сердце человека нет. Ну, это мягко сказано, это я так говорю, апостол Яков говорит, суровее, серьезнее, страшнее. Он говорит, что язык воспламеняется от гиены, и поэтому если человек овладеть, воздерживать, ограничить свой язык не может, то в его сердце ад. Трудно с этими апостолами, все у них как-то сурово, категорично, чуть поговорить нельзя. Христос тоже говорит об этом, он говорит, ну, не так, конечно, категорично, как апостол Яков, но если задуматься. За каждое слово праздное даст человек отчет в день суда. Не сказал за каждое слово скверное. Ну, грубо говоря, сматерился, будешь отвечать. Вот, а за каждое слово праздное придется ответить. Что такое праздное? Праздное значит пустое, бесплодное. Оно не нанесет в себе никакого содержания жизни. Оно не утешает, не вдохновляет, не свидетельствует, не помогает. Оно пустое, праздное. А если вы сказали плохие слова, то за них опять-таки Христос говорит. Кто скажет брату своему дурак или безумный, подлежит суду и гиене огненной. Вот поэтому язык по мысли апостолов, по мысли Евангелия, по мысли Нового Завета и произносимое языком слово, это очень важный элемент духовной жизни. С одной стороны, произносимое слово свидетельствует о том, что у нас внутри ад или жизнь, как опять-таки притча говорит Христос, что слово показывает, какое сокровище внутри нас живет. А с другой стороны, этот же самый язык, если он не воздержан, то есть если он не обуздан жизнью, то он не просто сам воспламеняется от гиены, он начинает сжигать заживо всю внутренность человека, губя и разрушая его. Вот об этом, собственно, 26-й абзац и говорит, когда мы с помощью языка обморочиваем слух свой, разрушаем, губим ум, в конце концов полностью прекращая всякую жизнь сначала в подвиге, а потом и поверь. Нам ведь в этом 26-м абзац описывается ситуация, когда человек отпадает от христианской жизни только потому, что он занимается пересудами. Не за то, что он впал в блуд, потому что на самом деле впадение в блуд страшный грех, смертный грех, но само по себе впадение в блуд настолько отвратительно и мерзительно, что вчерашнего подвижника вызывает чаще всего, в значительном количестве случаев, вызывает отторжение от этого падения, и человек воспламеняется, смиряется, во-первых, а во-вторых, воспламеняется жаждой покаянной жизни и подвига еще больше, чем было до этого, или когда человек впадает в какую-нибудь чревную страсть, или напился, или объелся. Это настолько тяжело, настолько противно, что человек сразу вспоминает о покаянии и пытается не допустить подобных падений, когда получается, когда нет, но он устремляется, опять-таки, к подвижническому труду, а вот пересуды, а что такого-то? А ничего такого? Ну, просто вот пересудил кого-то, мне рассказали, я передал другому, вот, кое-что от себя добавил, ну, как мне кажется, вполне объективно и хорошо, а вот это пересуживание людей, или сплетни, или перемалывание косточек какому-нибудь грешнику и негодяю. Что такого-то? Наоборот, это вот перемывание показывает мне, насколько я велик, насколько я праведен, насколько я искренен, насколько я люблю Христа. Так думает человек. Поэтому, когда через неделю-другую после пересудов ему становится сначала трудно молиться, он начинает пропускать молитвы, а через полгода он вообще тяготится всем этим, какими-то посты какие-то придумали, вот скоро опять там рождественский пост уже достал, и все это, сколько можно этих постов, 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 и в храм устал уже, сколько можно, а вот отдохну немножко от христианства, отдохну, развеюсь, побуду, потом уже снова включусь в подвиг, и проходит время, человек либо перестает ходить в храм вообще, либо ходит изредка на короткое время, правда с тем, что тяжело, что голова болит, что вообще пандемия, да и непонятная служба как-то идет, я лучше дома побуду, почитаю, толку больше будет, чем вот это выхождение в храм, человек потихоньку отпадает от церковной жизни, от жизни вообще, от веры, и когда ему там спустя какое-то время говорят, ну уж причина есть какая, да нет никакой причины, ничего не делал, и он правда ничего не делал, он не грешил, не будил, не напивался, не воровал, не ссорился с родителями, он ничего страшного не сделал, если бы он сделал страшное, он бы сразу испугался бы, и вместо катастрофы и отпадения он бы, наоборот, усилил бы подвиг, а он не заметил, потому что никто ни во что не вменяет пересуды. Мы знаем, что вот эти страшные грехи какие-то, вот, омерзительные, всем хорошо известны, они, ну вот как-то действительно могут разрушить мою душу, как-то повлиять на мое отношение с Богом, а вот язык, пересуды, каким образом, никак это не может повлиять, мы сами в это ни во что не ставим, и, кстати, получается, что язык, который мы перемываем, перемываем косточки другим, он ничего не, ну, с нашей точки зрения, никого вреда нас не несет, а на самом деле, каждое произнесенное слово укоризны, осуждение, оно пачкает нас, оно как дырка, в которую просачивается грязь, чернота. Вот мы сказали про какого-нибудь человека, вот, этот негодяй опять взялся за свое. Я говорю, эти чиновники, подразумевая вполне конкретных чиновников, они вообще с ума сошли, не знают, что делают воры все, все воры, все. Мы говорим просто, как бы, имея конкретных людей, которые нас когда-то обидели, и ничего не делаем, мы стараемся бросить грязь в их сторону, не понимая, что на самом деле мы грязью забрызгиваем свою собственную душу. Она как бы погружается в темноту, и вот мы раз кого-то назвали, другой раз кого-то перемыли косточки, осудили, третий, четвертый, пятый, и, естественно, ни во что это не ставим, мы же справедливо только обозвали людей тем именем, которое они заслуживают, что в этом такого-то? Почему-то всегда подразумеваем, что осуждение плохо тем, когда мы хорошего человека называем негодяем, вот это плохо. А если мы негодяя называем негодяем, то хорошо, но что-то такого-то, ну правда же, собственно, что-то такого-то. Вот, а на самом деле именно это и есть гадость, грязь, мерзость, в которую мы погружаем постепенно в свою душу, не замечая этого. И проходит какое-то время, наша душа вся облеплена этой грязью, она вся погрузилась в эту грязь, она вся всосала в себя эту грязь до самых-самых глубин. И, естественно, поскольку все погрязло в грязи, мы не можем ни молиться, ни верить. У нас все погрузилось в темноту. И это одна из причин, собственно говоря, в 90, наверное, процентах, это причина того, почему человек теряет молитву или молиться не может. Вот, часто же люди сейчас много говорят, разные священники о молитве, и правильно говорят, много говорят, хорошо говорят, и к месту говорят. И, естественно, люди, слыша эти беседы, они хотят как-то пропитаться этим вот молитвенным духом, начинают, ну как-то вот пытаться организовать свою молитвенную жизнь, помолиться, уж не только почитать, но и помолиться. А ничего не получается, потому что, во-первых, до этого было много-много-много суждений, пересудов, укоризм, грехом, словом, греха словом. Так мало того, и вот продолжается все это. То есть сегодня человек собрался как-то худо-бедно помолился, а весь остальной день он только и делает, что рассуждает, обсуждает, навешивает ярлыки, называет разными нехорошими словами людей, окружающих его. И вечером он приходит, снова пытается молиться, а это еще труднее сделать, чем было накануне. А человек не понимает, я же ничего не сделал плохого, я же просто говорил. И вот эта запачканная одежда, ее надо выстирать, растирается легко. Надо просто, на самом-то деле, зла никакого не сделано. Ты запачкал себя, но ты больше никому ничего плохого не сделал. Ты обгадил свою душу, ты погубил свою душу, но никакой человек от тебя не страдает. Поэтому очиститься от этого легко. Ты просто приходишь на исповедь и говоришь, Господи, прости, я судил, я укорял, я превозносился, я лицемерил, и всячески вот очень пересуживал с раздражением и злобой разных людей. Прости меня, так больше не буду. И тут же вся эта чернота души отмывается, и человек может молиться уже легко и хорошо, радостно, но больше к этому не возвращаться. То есть он должен понять, что больше так делать нельзя, и все. И началась молитвенная жизнь, и жизнь со Христом, и все прочее хорошее, замечательное. Это легко сделать. Но если человек это сделал, а потом снова идет и начинает обсуждать, пересуживать, укорять, и говорить сукоризм о людях, то все равно опять все возвращается. Чтобы выйти из этого морока, из этой тьмы, выйти к свету, перестать судить, перестать с высокомерием, с раздражением говорить о других людях, для этого нужно просто поверить, что это зло. Зло, которым мы убиваем свою душу. И не случайно здесь Нил Синайский говорит, что происходит убийство ума. Ведь в момент произнесения каких-то укоризмных слов, обсуждения, пересуждения других, отравляется именно ум. Он является источником слова. Мы правда думаем так, нехорошо говоря о людях, и не замечаем, что говорим-то мы об этом вовсе не потому, что действительно как-то там ревнуем о справедливости. Какой там? Сами-то мы несправедливы в отношении к другим людям. Нет. Мы говорим это не потому, что там ревнуем о спасении страны, народа, государства или еще что-то. Нет. Это не было бы пересудом. Это было какой-то там целенаправленной, молчаливой, организованной борьбой, если бы мы о чем-то другом думали. Нет. Пересуды и показывают, что мы просто умом своим превозносимся над людьми, нами осуждаем их. Преводносимся и презираем. Не любим их за это. То есть не любим в сущности грешников. И вот это действие ума, возносящего себя над другими грешниками, вот оно убивает ум. Если главная задача христианина смириться, научитесь от меня, как роток, если смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, если мы должны смириться. И только смиренно, мудрее защищают нас самих от грехов, страстей и разных гибельных действий врага, то когда ум начинает высокомерно над кем-то возноситься, высокомерно кого-то укорять, как бы свысока рассматривая недостатки, ошибки, грехи другого человека, то это гордость, высокоумие, высокомерие, которое и убивает ум, делая его гордым, надменным, и изгоняя тем самым из него жизнь. Опять-таки, повторю, вернуться к обратному легко. Это трудно, когда вы обидели человек. И действительно, восстановить отношения стало и с ним, и с Богом труднее, потому что зависит от другого человека. Но если вы сделали бяку всего лишь самому себе, вы неразумно, неосторожно, глупо, бросая слова и включаясь в смертельную, действия пересуда, вы всего лишь испачкали, убили свой ум, то и восстановить-то его можно. Надо просто, чтобы этот ум осознал пагубность вот этой пересудности, пагубность сплетничания, пагубность осуждения, пагубность превозношения, смирился и больше никогда бы не смел включаться в пересуды, и тогда все постепенно наладится и наставится на нужную жизнь, на правильную жизнь. Все будет тогда хорошо. Надо только поверить, умом своим поверить, что жизнь в пересудах, сплетнях, в осуждении, превозношении – это смерть человеческого ума. 24 и 25 абзац о том же. «С приятностью слушающий злословящего ушами всасывает яд зверя из бездны». И 25. «Ухо твое да не вкушает сего горького яда, чтобы и тебе не поднести другому такого же снадобья». Пересуды состоят из двух действий, из двух актов, словесных, мысленных актов. «Слушать и говорить». Ну, как каждый, ну, по крайней мере, в миру разные люди есть, но вот с христианами, как правило, их включенность в осуждение, в пересуды по поводу другого человека, начинается с того, что он начинает слушать. Он не собирается никого осуждать, он знает, что это грех, но приходит некий человек и начинает говорить, «Ты знаешь, что натворил тот-то и тот-то негодяй?» И как только он может ходить, и как только его земля носит, и как только, и как только, и постепенно бастионы падают, и человек включается в это осуждение, он уже как бы его тоже несет, он начинает говорить. И здесь вот как раз важно помнить слова Иакова, который не только говорит о важной роли языка, но и говорит о том, что этот язык может воспламеняться от гиены. И поэтому, чтобы овладеть языком своим, невоздержанным, и не включаться в пересуды, надо овладеть и своим слухом. То есть надо не слушать. В сущности, скажем, наша жизнь, она достаточно ограничена, она достаточно сегментарна, то есть это некий сегмент бытия, сегмент современной социально-политической, экономической политры. Мы живем, вокруг нас не миллион людей, вокруг нас это какое-то очень ограниченное число. Они, конечно, могут быть нехорошими людьми, и чаще таковыми, как нам кажется, и являются. Но все-таки это немного людей. И мы в повседневной жизни находим возможность, поскольку мы постоянно с этими людьми вращаемся, обращаемся, мы находим возможности в естественном порядке находить большинство этих людей снискохождение, оправдание, понимание, заботу, молитв. Наша включенность в пересуды, наша включенность в осуждение и возникает тогда, когда речь идет не о людях, которые находятся в зоне моего постоянного влияния. Я не общаюсь с ними, я их не знаю. Они чужие для меня люди. Я не испытываю с ними никакой ни симпатии, ни антипатии. Я вообще их не знаю. И вот про этих людей, чужих для меня, мне кто-то начинает говорить. Естественно, таких людей, поскольку личных отношений у меня с ними нет, судить гораздо проще, пересуживать гораздо проще, потому что сердце не болит за них. Я, как мне кажется, объективен. И начинаю легко их судить. И вот таким образом, включаясь в это осуждение, я начинаю воспламенять свое сердце, поскольку нарушаю заповедь Божью, поскольку в этот момент все равно отравляю свой ум высокоумием, высокомерием и убиваю свое сердце. Вот когда я это сделал в отношении какого-нибудь там Ивана Петровича, которого знать не знаю, про которого мне сосед сказал, вот, но осудив его раз, осудив два, осудив три, четыре, там еще каких-нибудь людей, мне лично не знакомых, мое сердце уже с легкостью начинает судить и окружающих людей. Я понимаю, что Иван Петрович на свете не один, что у меня в окружении полно таких Ивана Петровича. Я уже привыкший осуждать чужого для меня Ивана Петровича, я с легкостью и сужу тех людей, которых раньше мог понять и оправдать. Я не заметил, как я потерял правильное отношение к людям. Я выпал из нормальной жизни. Почему? Потому что слушал осуждающего человека. Вот про это и говорит здесь Нил Синайский, что я должен начать, то есть, если я не могу выйти из этого процесса осуждения, когда-то он был давно запущен, а теперь все запущено уже, я не знаю, как это остановить, надо остановить процесс слышания. Надо не слушать осуждения других людей. Бытовое или новостное, какое угодно, я должен исключить из своей жизни слух, слышание, осуждение других людей. И когда я это смогу сделать, тогда постепенно я нормализую сферу и свои речи. Постепенно вернусь к некой нормальности, при которой вот я снова живу потребностями, нуждами, реальностью окружающих людей и научаюсь их понимать, жалеть, ну а тех, которые вот не могу пока это сделать, хотя бы за них молиться. И таким образом постепенно вот моя жизнь нормализуется. Но если я это не сделал, то еще раз повторю, как говорит Нил Синайский, если я не отстраню себя от слышания злословящих людей, то это все равно, что вливать внутрь себя яд сатаны, яд зверя из бездны.